Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные на марафоне от даты йога по табло. С вами у нас снова данные о ВВП и населении каждой страны. В классическом благословете предоставляем табло. В этот раз мы будем обсуждать, как построить 3-мэп. Давайте перейдем к построению визуализаций. Первое задание, которое звучит так. Постройте 3-мэп для арабских стран с использованием полей Life Expectancy, ВВП, Регион, Год и Страна. Для построения 3-мэпа начнем с того, что принесем регион в строчке. Сразу добавим несколько значений. Life Expectancy принесем цвета. GDP per capita мы принесем в размер. После этого мы все сделаем. Детализируем погоду. Также в подписях добавим код год год и страну. В таком формате у нас получилось. Сразу можем выбрать, чтобы это был именно 3-мэп. и как видно у нас построили сначала все данные все страны, однако мы же хотим использовать только то, чтобы у нас были арабский регион. Давайте его и только и выберем. у нас получилось вот так. Как видите, получилось не очень красиво, поэтому давайте мы автоматически это было добавил регион в подпись. Он нам не нужен. Нам нужен, чтобы год был в детализации. Вот, теперь все выглядит намного лучше. Следующий этап это можно добавить регион, как предлагается, но на самом деле это не обязательно. Следующий этап это изменение размеров мы можем сначала все подогнать под общий вид. как мы видим, у нас выводится вся необходимая информация для каждого из язычей. То есть все это каждый отдельный год. Внутри каждого отдельного года у нас все стороны арабского региона делятся по размеру ВВП на душ на человека и раскрашиваются согласно продолжительности жизни. Давайте дальше добавим фильтр, чтобы он был в интересном формате. Мы переносим страну в строчки и давайте сделаем так, чтобы фильтр был в формате таблицы и выглядел довольно красиво. Сразу поменяем форму, пусть это будет shape и сделаем обратные трюбуки, привернутые трюбонечки. Здесь мы все сделали. теперь можем делать дашборд. Сразу он автоматически выбран. Добавляем сюда вот у нас в таком формате и теперь добавляем фильтр стран из второго листа. У нас пока здесь выведены все возможные страны, которые есть в мире, а нам нужен только арабский регион для того, чтобы это сделать давайте применуем сразу, чтобы это был country filter оставим название роста применуем его на country filter у меня капец лов включен country filter here а здесь arab states by life expectancy life expectancy by life expectancy by year gdp size by year Ну, название может основной любой задать. Это дело вкуса. Давайте перейдем на дашборд. И для того, чтобы у нас отображались здесь только арабские страны, мы применим фильтр, который у нас здесь есть. Это нужно перейти в арабские страны, нажать на него, выберем Edit Filter. И нам нужно выбрать его, выбрать меню Apply to Worksheets. И давайте выберем All using this data source. Таким образом, он будет привлекаться здесь. То есть, как видите, у нас выбрались все 20 с небольшим стран, которые находятся в арабском регионе. Поэтому теперь контрфильтр нам нужно применить так, чтобы он использовался именно как фильтр. Сейчас, секундочку. Use as Filter. И, как видите, мы можем выбрать необходимую для нас страну. Можем выбрать, на самом деле, несколько стран проживания. И все у нас будет прекрасно работать. Мы закончили отстроение данного дашборда. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...